всем привет ребята вы зашли на канал собер vision скоро зима и так хочется чтобы на столе был кусочек зеленого леса который будет радовать глаз холодными зимними вечерами это видео будет состоять из двух частей в первой части я расскажу о своем предыдущем опыте создания флорариумов с использованием аквариумных растений и подумаем с вами над вопросом как сделать идеальный природный формикарий для муравьев во второй части создадим флорариум с амхами в заварочном чайнике часть 1 флорариум с аквариумными растениями и так ребята я хочу сделать формикарий который будет больше похож на закрытую экосистему с растениями светом но и конечно главными жителями муравьями пока у меня нет возможности сделать полноценный большой формикарий я тренируюсь так сказать на кошках где-то 10 месяцев назад я сделал пробный флорариум тут я посадил элеохарис парвулу и манте-карло по прошествии времени я могу сказать следующее такие растения не очень подходят для создания природного формикария и вот почему после создания такого флорариума я сделал для этих растений освещение в крышку моей баночки я установил несколько светодиодов разного цвета там были белые синие и красные светодиоды проблемы начались сразу при закрытой крышке земля и растения очень нагревались и несмотря на повышенную влажность подсыхали крышку с освещением пришлось установить на подставке тут тоже приходилось несколько раз в день опрыскивать растения и немного помогло то что я накрыл пленкой саму баночку тем самым в баночку проникало только освещение а все тепло уходило несмотря на такое освещение парвула стала тянуться вверх и в итоге я поставил эту банку на окно и убрал искусственный свет это не спасло положение трава продолжала тянуться вверх и с учетом не частого опрыскивания подсыхала что не скажешь о тепличке в которой та же самая трава у меня растет прекрасно без дополнительного освещения эти теплички стоят у меня на подоконнике как ни странно трава не вытягивается вверх тепличка это обычный контейнер с плотно закрывающейся крышкой уход за такой конструкцией не требуется я примерно один раз в 3-4 месяца чуть-чуть подливаю воды и чищу стенки с учетом всего вышесказанного мне кажется что природный формикарий должен быть закрытым так как он будет размещен не на подоконнике освещение следует выносить за пределы системы ну и конечно аквариумные растения для такой системы не очень подходит буду продолжать тестировать различные небольшие закрытые системы об этом вторая часть видео часть 2 создание флорариума сам хами в заварочном чайнике у меня был старый ненужный чайник который должен был пойти в мусорку но я решил дать ему вторую жизнь и сделал в нем флорариум сам хами для сбора мха и грунта мы отправились в ближайший парк далеко ходить не пришлось мог тут рос везде и в большом количестве разнообразие видов мха было немного но объем нашей баночки и не предполагал использовать очень много разных видов после сбора мха мы набрали различный грунт грунт в дальнейшем мы планируем смешать после сбора материала пора приступать к созданию флорариума на дно укладываем камни которые будут выполнять роль дренажа сверху укладываем сеточку от того же чайника чтобы грунт который будет укладываться сверху и растения особо не проникали к камням в качестве абсорбента я использую специальный уголь для растений его я не смешиваю землей а насыпаю прям сверху на сеточку далее смешиваем тот самый грунт который мы набрали в лесу и укладываем необходимый слой у меня этот слой флорариуме составил где-то 3 сантиметра сверху на грунт укладываем мох добытый в лесу я подобрал вот такую красивую палочку которая обросла лишайником и на мой взгляд прекрасно впишется в композицию и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok После того, как мы уложили мох, дополняем еще небольшие элементы, различные веточки, кусочки листьев и так далее После оформления заливаем воду, чтобы она скрыла весь дренаж и опрыскиваем мох Воду я использую из фильтра В конце накрываем все крышкой и ставим на подоконник Вот такая композиция у нас получилась И покажу вам результат спустя две недели Прошло две недели и флорариум чувствует себя отлично За это время я никак не обслуживал эту экосистему Изменения, как вы видите, есть Мох начал расти Из грунта стали прорастать какие-то растения За ними я буду наблюдать и при необходимости уберу Пару раз на палку вылезал какой-то жук Правда, при малейшем движении он сразу прячется в мох Вот такая, ребята, получилась у нас закрытая экосистема В которой мы использовали мох На ее примере я постараюсь проанализировать и понять Подойдет ли такая закрытая система для содержания муравьев в ней А также подумаю над тем, какие виды могут жить в такой системе На этом, ребята, сегодня все Спасибо, что посмотрели выпуск Периодически я буду показывать, какие изменения произошли в этой баночке Ну а в ближайшем будущем создадим природный формикарий И поселим туда муравьев Кстати, напишите в комментарии, как вы думаете Какие виды будут отлично чувствовать себя в такой экосистеме Всем спасибо за просмотр До новых встреч Всем пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok